Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. Установлено, что двое жителей Гомеля добровольно вступили в возглавляемую неизвестным лицом организованную группу. Через программы мессенджеров молодые люди связывались с так называемыми операторами, которые сообщали, где на территории города спрятана крупная партия психотропных веществ. Гомельчане выступали оптовыми и розничными курьерами, оставляли в заранее оговоренных местах уже расфасованные пакетики с психотропами. Установлено, что жительница города Гомеля, 18-летняя, совместно с жителем города Гомеля, 19-летним, осуществляли незаконную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ на территории города Гомеля в составе организованной группы, работая в качестве курьера в интернет-магазине по распространению психотропных веществ. Санкции вышло указанной статьи, предусмотренное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет с конфискацией, либо без конфискации имущества. Предъявленное обвинение по уголовному делу основывается на результатах экспертизы, которая показала, что курьеры через интернет-магазин действительно распространяли наркотические вещества. По данному уголовному делу сотрудниками нашего отдела были проведены более 10 экспертиз, согласно выводам которых в представленных веществах содержалось особо опасное психотропное вещество, неиспользуемое в медицинских целях, альфа-ПВП. На днях сотрудники наркоконтроля советского РОВД Гомеля задержали гомельчанина 1979 года рождения, который в личном авто перевозил на свай, а в одежде прятал марихуану. Во время задержания мужчина попытался избавиться от содержимого кармана в куртке, высыпав зеленую траву на снег. Личный обыск показал, что часть растительного вещества все же осталась внутри. При осмотре иномарки правоохранители обнаружили пакеты с некурительным табачным изделием на свае. Часть уже была расфасована по дозам. Общий вес изъятого на свае составил 3220 грамм. Что касается растительного вещества, которое было найдено в карманах подозреваемого, а также возле автомобиля, то согласно заключению экспертизы, это оказалось марихуана общим весом 2,95 грамм. По факту незаконного хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. В завершение оперативной информации сотрудников госавтоинспекции Гомельской области. На территории региона за прошедшие сутки зарегистрировано более 540 нарушений правил дорожного движения. ГАИ региона информируют и о 50 дорожно-транспортных происшествиях, в которых два человека ранены. Имя оказались 20-летняя девушка и 22-летний парень, пассажиры автомобилей «Опель Вектора» и «Ауди А4», которые столкнулись на трассе Гомель-Кобрин на территории Калинковического района. Таков обзор криминальных новостей к этому часу. Берегите себя и своих родных. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До встречи в эфире.